Стратегия развития региона была написана пять лет назад, и хотя она была очень амбициозной, все намеченное удалось реализовать, отметил губернатор Дмитрий Азаров. За это время Самарская область поднялась на 56 рейтинговых позиций, открыто 101 новое производство, создано 48 тысяч новых рабочих мест, уровень безработицы снизился в два раза. Поддерживается малый бизнес, из тени вышли 155 тысяч предпринимателей. В регионе создано три индустриальных парка в селе Преображенко, Чапаевске и Тольятти. Это более 700 тысяч рабочих мест. В условиях СВО экономика региона чувствует себя уверенно. Ни в один из периодов новейшей истории Самарской области не приходилось преодолевать столько экономических и социальных вызовов, решать столько задач, требующих полной самоотдачи и высочайшей организованности. Но мы справились, справились сообща. Самарская область держит санкционный удар. Сегодня в ОПК трудятся десятки тысяч человек. Объем государственного заказа вырос более чем на 20 процентов. Создаются новые кластеры. Суммарный объем инвестиций составляет 40 миллиардов рублей. В 2022 году мы удвоили свою выручку по сравнению с 2021 и 2020 годами. В этом году мы также планируем быть на уровне свыше 50 миллиардов рублей. Мы считаем, что это хороший уровень и будем за него держаться. И мы считаем, что вот та обстановка, которая сложилась в регионе за последние годы, она способствует увеличению наших объемов ГОС и способствует нашему, в том числе, технологическому развитию. Фактически это наша история за пять лет. Непростая история. На этот период пришелся и ковид, и беспрецедентные несправедливые санкции. Но, тем не менее, впечатляют некоторые показатели, особенно некоторые показатели, которые не могу не отметить. Например, индекс инвестиционной привлекательности вырос на 56 пунктов. То есть, это вот результаты команды губернатора и нашего правительства. Большая работа в регионе ведется по поддержке бойцов, находящихся в зоне СВО. Губернатор подчеркнул, от исхода противостояния зависит будущее страны, детей и внуков. И даже сугубо мирные дела должны служить укреплению страны. Фронту нужны не только передовые технологии, но и сплоченность, поддержка. С начала военной операции в регионе собрано более 6 тысяч тонн гуманитарной помощи. В этом году, как и в прошлом, дети из ДНР и ЛНР отдохнут в загородных лагерях. В городе Побратиме Самара и Снежном восстанавливаются объекты – больницы, школы на сумму свыше миллиарда рублей. Наши воины и их близкие должны чувствовать заботу окружающих. Разработан проект «Возвращение», чтобы бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, могли восстановиться. У них должны быть возможности для личностного роста. Я безумно рада, что мы живем в Самарской области. И мы ценим нашего губернатора. И под его руководством нам не страшны никакие внешние угрозы, проблемы. Мы знаем, что мы обязательно справимся, потому что мы вместе. Комплексно выстраивается транспортная инфраструктура. В регионе построены два новых моста через реки Самара и Сок. Восемь многоуровневых развязок. Запланировано строительство автостанции. Строится станция метро-театральная. Ведется работа с дольщиками. Осень 2017 года. В этом зале нашу первую встречу с обманутыми дольщиками. Она продолжалась более девяти часов и была очень напряженной, эмоциональной. Эмоции у людей зашкаливали, это объяснимо. А теперь могу отчитаться. Из 88 многоквартирных домов, где были нарушены права дольщиков, проблема решена на 77 тяжелейших объектов. В регионе активно ведется работа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья, особенно в Самаре. Решаются вопросы расселения жителей из аварийного жилья. И мы видели какие-то серьезные цифры с каждым годом. Эти цифры прирастают. Искренне рады, что в расселение жителей из аварийного жилья Самара вносят свой существенный вклад. Мы стараемся не подвести губернатора в этом. И, конечно, тоже с каждым годом увеличиваем количество семей, получивших новое комфортабельное безопасное жилье. За пять лет количество домов, построенных в регионе и введенных в эксплуатацию, могут составить два города, таких как Сызрань. Облик жилых кварталов меняется. Новые набережные построены во всех городах на Волге. В Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске. Обновлена очередь набережной в Самаре. Сейчас решается проблема неочищенных стоков. Активно идет перекладка сетей. Конечно, аварийность на теплосистемах, водосистемах резко снизилась. Мы это видим и по Самаре. Мы очень серьезный вклад делаем и в очистку сточных вод, в рахах программы оздоровления Волги. В этом году у нас завершается работа на ГОКСе. Меры соцподдержки в регионе увеличились в три раза. Более чем в пять раз возросла сумма поддержки семей с детьми. Вырос объем средств на выплаты пожилым людям. Возведены 54 детских сада. Дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в садах на 100%. Сейчас работа в том же направлении ведется паятельным группам. Закуплено 188 новых школьных автобусов. Открыты центры цифрового образования для детей. Создан НОЦ. В его составе десятки вузов. Развивается система здравоохранения. В Самаре, Тольятти, Сызрани построены новые инфекционные отделения. Особое внимание областные власти уделяют медицинским учреждениям, расположенным в селе. Построены шесть ледовых арен, 18 спортивных комплексов. Модернизированы два театра. Строится здание театра «Грань». Президент Владимир Путин поставил задачу перед губернаторами выстроить технологический суверенитет регионов. Самарская область приближается к этой цели. Крупные предприятия стали российскими. Автоваз увеличивает свою долю на рынке. В 63-й регион перенесено производство Веста из Ижевска. Развивается водородная энергетика, биомедицинские технологии. Внешний оборот Самарской области – более 8 миллиардов долларов. Задача добиться роста инвестиций на 77% по сравнению с 2022 годом. Виктория Шарая, Ксения Баканова, Константин Головин, Николай Епифанов. События.